Реформация вспыхнула в XVI веке на севере Европы как пожар в лесу. С разных сторон, в разных местах одновременно или почти одновременно начинается движение людей, начинается движение идей, реформация. Мы говорили, что реформация начинается в Германии, начинается с Мартина Лютера и очень быстро она переходит в Швейцарию. Немецко-говорящие кантоны Швейцарии охватила реформация, ее там возглавил Улих Цвингли. А сегодня мы будем говорить о франко-говорящих кантонах. Один из самых выдающихся лидеров в этой части Швейцарии, в этой части Европы был Жан Кальвин. Магистрская реформация Швейцарии и в частности во франко-говорящих кантонах. Вот это герб Женевы, столицы фактически франко-говорящих кантонов Швейцарии. Эту фотографию, кстати, я сделал в соборе Святого Петра, в том самом месте, где проповедовал тот самый Жан Кальвин, о котором мы будем говорить. На перилах вот такие очень красивые изображения герба Швейцарии и в частности Женевы. Итак, Жан Кальвин. Обычно мы говорим Кальвин, хотя, конечно, более правильно говорить Кальвин, он француз, и поэтому ударение должно быть на последнем слоге, но как-то в наших культурных сообществах принято говорить и так, и так. Поэтому не будет ошибки, когда мы будем говорить Жан Кальвин. Жан Кальвин или Кальвин, французское имя его Ковен, был талантливым юристом, знатоком древних языков. Я не буду рассказывать подробно биографию этого человека, это интересная, конечно, биография, но для нас важна его религиозная составляющая. Кальвин обратился, как тогда говорили, в новую веру приблизительно в 1532 году. И это произошло под влиянием его друзей, друзей гуманистов, которые тайно собирались в Париже в результате чтения книг, книг Лютера, книг других известных реформаторов того времени и также Библии. Надо сказать, что мы не имеем точных описаний, он сам не оставил точного свидетельства о своем обращении, как это произошло в результате чего, но похоже по характеру самого Кальвина, похоже по всем обстоятельствам, что все-таки это не был тот религиозный надрыв и поиск, и прорыв, который был у Лютера. Все-таки это более разумный, рациональный подход к Священному Писанию. Очевидно, от чтения Священного Писания Жан Кальвин пришел к выводу, что что-то не так делается в церкви. Кстати говоря, он с самого начала не собирался идти путем Лютера и создавать что-то новое, делать серьезные реформы. Он хотел остаться в католической церкви и изнутри ее реформировать, изнутри ее очистить. Это путь, кстати, который прошли почти все реформаторы. Все они начинали с того, что хотели просто очистить церковь, и в мыслях у них не было создания новых динаминаций и конфессий. Но не получилось. Сам Кальвин фактически вынужден был стать настоящим реформатором, тогда, когда он подготовил речь для своего друга, ректора Парижского университета Николая Копа. Его только избрали ректором в Парижском университете в Сорбоне, самый серьезный, известный, большой университет Франции, да, собственно, и Европы в то время. И на День всех святых, 1 ноября 1533 года, Николай должен был произносить вступительную инаугурационную речь. Он ее прочитал, она была написана для него, его другом Жаном Кальвином, но в этой речи было слишком много призывов к реформации. Это была очень такая мотивационная, как мы сегодня бы сказали, речь, мотивационное выступление. И буквально через несколько дней друзья посоветовали и Николаю, и самому Жану Кальвину убежать, потому что Инквизиция уже приняла решение арестовать их и отправить в соответствующие места. Ну, ему удалось убежать. Кальвин убежал и скитался по югу Франции, где была более свободная обстановка, поселился в Базилии, там было много французских эмигрантов, которые тоже, как и он, убегали от преследования католической церкви. Там он принимает участие в переводе Библии на французский язык, и там же в Базилии он заканчивает первый вариант своего главного труда – наставления христианской веры, институции так называемые. Они были изданы в Базилии в 1536 году. Эти наставления были фактически апологитационным или апологетическим, скорее, трудом. Это был трактат, который направлен к королю, посвящен королю Франциску I, для того, чтобы объяснить смысл новой веры, объяснить смысл того, во что верил сам Жан Кальвин, верили реформаторы, показать, что это все по-библейски, что есть библейское обоснование, что напрасно нас гонят. Вот такая вот идея лежала в основе этих институций. Ну, конечно, это ничего не помогло. Король и Франция по-прежнему оставались очень жестко кальвинистско против кальвинистских всех убеждений. Но благодаря вот этим трудам, благодаря речи, которую написал Кальвин, благодаря его вот этой работе институции или наставлениям в христианской вере, Кальвин стал очень широко известен. Его уже почитали, его понимали как реформатора и приветствовали как реформатора. И когда случилось так, что во время своих скитаний Кальвин направляется в Страсбург найти там пристанище, он проездом в 1536 году останавливается в Женеве. Женева к тому времени стала уже городом протестантским. Под влиянием своего союзника Берна в Женеве тоже городской совет принял решение об утверждении протестантизма, реформации, и отменил литургию и принял еще целый ряд таких чисто реформационных представлений. Руководителем реформации в Женеве был человек под именем Гиом Форель. Это очень интересный человек, он яркий лидер, вдохновитель, мотиватор, ну вот по типу, можно так сказать, комиссаров времен революции в России, которые могли встать на броневик, вдохновить народ, зажечь народ, но что делать дальше, они не знали. Собственно, Гиом был точно такой. Он мог вдохновить, он очень был убежденный сторонник реформации, но как строить церковь новую, как жить, вот по принципам реформации, он не знал. У него это не получалось, администратор он был не очень хороший, но человек очень вдохновленный. Он понимал, что ему нужен союзник, и когда ему сказали, что увидели Кальвина в Женеве, он остановился буквально на одну ночь, остановился там в гостинице. Гиом пришел и долго беседовал с ним и уговорил, уговорил, чтобы Кальвин остался и принял участие в организации реформатской церкви в Женеве, помог Гиому Форелю. Кальвин еще уехал в этот раз все-таки из Женевы, через несколько недель вернулся, и уже с августа 1536 года он начинает свои проповеди в соборе святого Петра. Фактически это были не проповеди, а разбор Нового Завета. Он последовательно читает текст Нового Завета и изъясняет его, комментирует то, что он читает. Это принесло ему успех, в городе его признали, уважали в городе, и он достиг такого авторитета, что даже получил уже должность, жалования стал получать от Городского Совета как основной проповедник. И вместе с Гиомом у них была идея построить такую теократическую Женевскую республику на основе Библии. И оба они представили на следующий год, в 1937 году, городскому совету так называемые артикулы относительно организации церкви и богослужения в Женеве. В этих артикулах очень подробно регламентировалась жизнь церкви, как она должна быть устроена, как должны люди себя вести. То есть это был очень серьезный, продуманный документ, и надо сказать, что совет согласился, несмотря на строгость этого документа, совет согласился с предложениями Кальвина. Но в 1938 году, через год, чуть меньше даже года, были перевыборы в Городской Совет, и большинство уже Нового Совета были противники Кальвина. Поэтому они отказали строить городскую жизнь в соответствии с этими артикулами. И более того, настояли, было даже большое решение общего совета городского, большого совета, было решение, чтобы за тридневный срок Гийом и Кальвин покинули Женеву. Их изгнали, собственно, из Женевы за деспотизм и суровость. Вот такая была формулировка. Действительно строго они очень подходили. Берн, союзник Женевы, пытался уговорить городской совет, чтобы они вернули проповедников. Но городской совет был непреклонен. Но прошло не так много времени, когда все-таки в Женеве пришло осознание, что надо вернуть Кальвина и Гийома, и надо все-таки попробовать построить городскую жизнь в соответствии с библейскими принципами. И в сентябре 1540 года Совет Женевы принимает официальное решение пригласить снова Кальвина в Женеву и поручить ему организацию церкви в Женеве. Он приехал в Женеву, и вот вы видите здесь на фотографии дом, где жил Кальвин. Сегодня там мемориальная доска есть, указывающая на этот дом. И Кальвин представил устав церкви, который был утвержден Генеральным собранием всех граждан Женевы. И по этому уставу предусматривалось избрание, ну такое более демократическое, я бы сказал, устройство церкви, не епископальная, более республиканская форма управления. Устав предусматривал избрание консистории, которое состояло из пяти пасторов и двенадцати мирян. И именно эта консистория получала право полной и судебной, и контролирующей власти в Женевской церкви. Надо сказать, что Кальвин имел неограниченное влияние как на консисторию, так и на городской совет. Его слушали беспрекословно. И сам Кальвин, беря за основу, вдохновляясь положениями Ветхого Завета о том, что грех в израильском народе должен быть искоренен, что никакого присутствия греха быть не должно, он был убежден, что эти же принципы действуют в новозаветной церкви и начинает построение теократического, такого очень пуританского, очень правильного библейского государства. Собственно, во имя прочности вот этого нового библейского государства в Женеве, для того, чтобы Царство Божие утвердить здесь на земле, в Женеве стали применять все самые строгие меры, которые только можно было придумать. И к нарушителям применялись как церковные меры взыскания, это консистория выносила, например, отлучение от вечери, или выговор, или публичное исповедание греха, или какие-то другие меры церковного взыскания. Но если это было что-то серьезное, то за это консистория передавала нарушителя в городской суд, и уже светские власти применяли гораздо более серьезные меры. Ну, собственно, были мелкие провинности, например, танцы, это мелкая провинность, или игра в карты, это обходились церковными взысканиями, ну, а более крупные, там, прелюбодеяния, богохульство, или, там, выступления против родителей, это наказывались телесными наказаниями вплоть до смерти. Были закрыты все кафе, установлены запреты на все светские развлечения, никаких театральных постановок, никаких модных нарядов, за высокие прически женщин подвергали астракизму и наказывали. Наказания были за самые малейшие какие-то отклонения, даже за громкий смех было наказание, или вот одно из наказаний, мне особенно нравится, было даже предписание наказывать за сон во время проповеди Кальвина. Кальвин, надо сказать, проповедовал очень неэффектно, довольно нудненько, он просто разбирал последовательно писание, без всяких особых, там, интересных каких-то приложений, ну, и, естественно, и проповеди-то были длинные, полтора-два часа иногда проповедь шла, то есть, заснуть можно было, за сон проповеди Кальвина тоже было наказание, то есть, наказание было за все. И вот, что самое интересное, что граждане не протестовали, они приняли вот эту систему наказания и даже радовались ей. Это какой-то, конечно, феномен, может быть, нам сегодня это не очень легко понять, но вот эта безжалостная дисциплина проникла в сознание людей, и они совершенно искренне принимали все это как должное. Ну, естественно, кто-то выступал против, но большинство было весьма-весьма согласно с такой системой, считали, что это очень нормально, это очень по-библейски, это очень правильно иметь такую строгую систему наказания. Интересно высказался по этому поводу Вольтер, известный критик христианства, он так очень остроумно заявил, что Кальвин открыл двери монастырей, но не для того, чтобы выпустить оттуда монахов, а для того, чтобы загнать туда весь мир. Это очень точное высказывание, потому что оно хорошо отражает как раз деятельность того, что происходило в Женеве. За 20 лет вот такого очень строгого управления, когда контролю подвергалась личная жизнь каждого гражданина, все его поступки, государство как бы срослось в церковь и все контролировало, там уже не было фактически реального отличия, в теории было, конечно, отличие, но реального отличия между церковью и государством уже давно не было, но Женева за эти 20 лет превратилась в образцовый город христианского образа жизни и поведения. И даже более того, эти последствия вот такой высокой и строгой морали сохраняются в каком-то смысле и до сегодняшнего дня. Я недавно был там в Женеве, встретился с одной женщиной, которая отсюда, из наших стран славянских, она приняла сейчас гражданство там в Женеве, швейцарское, и она рассказывала мне, что когда она подавала документы на принятие гражданства, то от нее потребовали, чтобы она принесла свидетельство из полиции нравов о ее поведении. И я спрашивал, как полиция нравов узнавала о ее поведении. Оказывается, они приходили, расспрашивали соседей, как она ведет себя, не буйствует ли, не проявляет ли какой-то ксенофобии, или нет ли у нее выступлений против однополых браков, например, как это сегодня требуется в Женеве, не выступает ли она против евреев или против каких-то других меньшинств. То есть сегодня это перевернулось, но сама идея контроля нравственности в каком-то смысле осталась даже до сегодняшнего дня. Так глубоко впиталась в женевскую традицию вот эта строгая кальвиновская дисциплина.